Друзья, приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня готовлю великолепный краснодарский соус на зиму. Густой, очень вкусный, пряный, ароматный, он имеет широкое применение. Его можно подавать к любым блюдам вместо кетчупа, добавлять в зажарки вместо томатной пасты и использовать в качестве маринада для мяса или рыбы. А список ингредиентов открывайте под описанием к видео. Итак, помидоры нарезаю некрупными кусочками. Сюда подойдут помидоры и подмятые, и с трещинами. Главное, чтобы они не были испорченными. Кусочками помельче, чем помидоры, режу яблоки. Я освобождаю их от семян, но шкурку не очищаю. Помидоры и яблоки складываю в одну кастрюлю, отправляю на умеренный огонь и варю, помешивая, ориентируясь именно на мягкость яблок. Когда яблоки почти готовы, добавляю лавровый лист и два бутончика гвоздики. Если вы используете молотую гвоздику, кладите ее попозже вместе со всеми специями. И варю уже до полной мягкости яблок. Обычно весь процесс от начала закипания занимает у меня 20-25 минут. Готовые яблоки с помидорами тщательно перетираю через сито до остатка сухого жмыха. Для удобства делаю это небольшими партиями. При желании всю массу можно пропустить через соковыжималку. Друзья, на канале уже есть много рецептов вкусных заготовок на зиму. Ссылку на плейлист вы сейчас можете видеть в правом верхнем углу. Итак, в итоге получается вот такая густая масса. Если ее цвет вам не кажется достаточно насыщенным, можно добавить несколько столовых ложек томатной пасты. Отправляю кастрюлю на огонь и варю еще минут 10 под крышкой. После этого добавляю черный молотый перец, немного молотого мускатного ореха, молотую корицу и молотый душистый перец. Сюда же соль и сахар. Отмечу, что в процессе нужно все пробовать и доводить соус до своего вкуса, так как вкус блюда определяют яблоки и помидоры, которые вы взяли. В завершение кладу тертый на мелкой терке чеснок примерно столовую ложку с горкой и тщательно размешиваю. Варю под крышкой еще минут 10. После этого прорабатываю погружным блендером для получения более бархатистой и однородной текстуры и варю еще 5 минут. В кипящем виде разливаю соус по банкам. Банки я предварительно хорошо мою с содой и стерилизую в микроволновке. Крышки у меня в это время кипят и ими я плотно закручиваю банки. Укутываю и оставляю на сутки. Банки я при этом не переворачиваю, а вы делайте как привыкли. Затем достаю и убираю на хранение. Все заготовки у меня хранятся при комнатной температуре. Посмотрите, каким густым и аппетитным получается соус. У меня вышло 3 баночки по 500 граммов и здесь еще 250 граммов. Обязательно приготовьте! Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и напишите комментарий. Вам не трудно, а я буду рада. Смотрите на канале также и другие рецепты заготовок. Не пропустите, скоро выйдут рецепты лукового соуса и соуса с базиликом. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных заготовок на зиму. Увидимся в следующих видео!